АПЛОДИСМЕНТЫ Колени болели, после занятия перестали совершенно болеть. Колени, тазобедренные. Поэтому я как-то сейчас занимаюсь для профилактики. У меня очень сильно болела шея. У меня были какие-то постоянные частые боли. И я позанимался, и у меня все как бы прошло. Поэтому очень рекомендую. И еще эта методика мне очень посоветовала. Она мне помогла продвинуться в других спортах, в видах, в растяжке, в силе. Я решил для себя, что нужно найти физкультуру, которая мне поможет. Я решил отказаться от лекарств, от капельниц, от таблеток, от уколов. Ну, в течение 10 лет эти все средства уже просто перестали помогать. Стало тяжело ходить. По счастливому случаю проезжал мимо, увидел лейбу позвоночника. И думаю, это оно. История Николая, участника Троеборья за кубок здоровья, непростая. Годами болела спина. Хождение по врачам и постоянная медикаментозная терапия должного результата не дали. В марте мужчина попал в руки специалиста – центра доктора Бугновского. Сегодня бодр духом, как никогда. Позвоночник вылечен. А Николай Ракутов серьез претендует на победу. Мы попали именно в тот график, когда проводится ежегодный кубок здоровья. То есть это кубок здоровья, который носит всероссийский характер. То есть все центры, их порядка 130 по России, то есть они проводят кубок здоровья как среди инструкторов, так и среди пациентов. То есть среди людей, которые достигли определенных результатов. Перед каждым претендентом на лидерство – три упражнения на специальных тренажерах. По две минуты на выполнение каждого. В зачет идет количество повторов. На этом оборудовании они занимаются со специалистами. Ведь главный смысл терапии, физической активности, активной и группы поддержки – тоже клиенты центра, возможно, будущие участники Кубка здоровья. Ведь эта история ежегодная и всероссийская. Наши земляки будут занесены в общую сводную таблицу. А итоги подведет сам профессор Бубновский в начале июля. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.